Все лед. Я здесь не могу даже окна открыть. Хотел окна открыть. Вот посмотрите. Хотел окна открыть. Там что я открою? Вот он, пар, вот он прямо идет. Первую тревогу жители дома по Крыжиновску, 75-6, забили еще 28 ноября 2023 года, когда произошел первый прорыв трубы. В последний раз прорыв случился 30 января этого года. Тогда жители вручную выливали воду из своих квартир до глубокой ночи. Обращение в управляющую компанию ЖКХ столичное не приводит к никаким действиям. В результате происшествия жильцы не могли попасть к себе в подъезд. Это плачевное состояние в наших подъездах, которые вы увидели в ролике НВК СК. Я думаю, что это все решится намного быстрее. Ну невозможно жить ежедневно. Выходишь из дома и думаешь, будешь ты под душем, под горячим или не будешь. Ушло у нас большое ЧП, первый подъезд подмерзает. Но у нас, видите, мы сами с третьего подъезда постоянно фекальные воды стекаются. Но это не сегодня произошло, не вчера. Это уже планомерно целый год идет. В одной из квартир, где проживает семья участника специальной военной операции, полностью затопило полы, что привело к появлению плесени и перекрытию стояков водоснабжения. Жильцы, проживающие над этой квартирой, решили не пользоваться водой для неусугубления ситуации. Сама семья взяла квартиру в ипотеку. Они не успели завершить ремонт и въехать в новую квартиру, как произошел потап. В результате чего испортилась мебель, а теплые полы пришли в негодность. Вот в этой квартире, в которой произошла вот эта вот ситуация, живет, должна проживать семья участника СВО. Молодой человек ранен уже дважды, он должен приехать домой, но ему по сути ехать некуда. Он не может здесь проживать, в этой квартире. Плюс семья многодетная, у них трое детей, потому что квартира непригодна для проживания. Во время встречи жителей дома с нашей съемочной бригадой, начальником управы промышленного округа и депутатом Государственного собрания Илтумы во двор приехали представители управляющих компанией ЖКХ «Столичная». Наш оператор заснял, как они работают. Народный депутат Дмитрий Паньков сообщил, что он совместно с жильцами будет подавать заявление в Управление Государственного строительного и жилищного надзора в Генеральную прокуратуру по факту нарушения Уголовного кодекса Российской Федерации. Люди бьют тревогу. Действительно, мы видим, что дом в аварийном состоянии сейчас находится. Перемерзла канализация, перемерзают трубы, плюс ежедневные прорывы горячей, холодной воды в подъездах идут. Первый этаж, квартиры затапливаются фекальными водами уже более чем три месяца. Естественно, мы будем настаивать на принятии острейших мер. Семен Иванов, начальник управы промышленного округа столицы, на встрече с жителями сообщил, что их дом уже 21-й, который жалуется на бездействие управляющей компании. «Управляющая компания столичная, опять же, у них во всех домах замерзла вода. Это же, да, это, наверное, показатель того, что управляющая компания запустила все дома». Мы позвонили в управляющую компанию ЖКХ столичная за комментарием. Предлагаем послушать их ответ. ЖКХ столичная, здравствуйте. Здравствуйте. Можете подсказать? Я, получается, корреспондент телеканала «Якутия-24». Мы сегодня ездили на Крышановского, 75-6. И я бы хотела получить комментарий директора по поводу ситуации с домом. «Директор на данный момент на выезде, поэтому комментарий на данный момент он дать вам не может представить, не может». «А может быть, я смогу перезвонить ему?» «Извините, но личные номера мы не даем. Вы можете написать на дороге, если есть электронная почта. Можете обращение написать туда». «Угу. Ладно. Ответят». «Ага. Хорошо. А какой срок ответа?» «Это вы начальнику спрашиваете? Какой? Вы напишите, вам ответят, все». В распоряжении редакции имеется копия заявлений от жителей дома в управляющую компанию ЖКХ «Столично» и в управлении Государственного строительного и жилищного надзора Якутии, датированное 17 декабря 2023 года. В ожидании ответа жильцы дома продолжают опасаться не только за свое имущество, но и за свою жизнь. Наш телеканал будет следить за развитием событий. Ироника Таюрская, Георгий Григорьев, Якутск.